Не часто наша телекомпания освещает подобные конфликты. Суть разногласий – это недостоверная рекламная информация. Подобное дело рассматривается в этом году впервые. В Федеральную антимонопольную службу по Иркутской области с заявлением обратился учредитель ангарского рекламного агентства «Торговый центр». Николай Солодков настаивает на том, что его конкурент умышленно дезинформирует клиентов. В своих прайс-листах и на сайте компания предлагает разместить рекламу в 95 торговых точках. А на самом деле, как утверждает заявитель, их гораздо меньше. 95 позиций у них сейчас в прайсе заявлено, должно быть 68. Все остальное – это мертвые души. Это путает рекламодателя. Рекламодатель делает неверную оценку, предполагая о том, что Саундсити – ключевой игрок на рынке рекламных услуг. Это не так. Кроме того, поскольку реклама оказывается не бесплатна, соответственно, где деньги? Это подрывает доверие рекламодателя к рынку рекламных услуг. Вот в этом и есть самый главный вред, который несет рекламное агентство Саундсити. На заседании заявитель предоставил доказательства своей правоты. Они прикреплены к делу. Ответчик в антимонопольную службу не явился. По заявлению Николая Солодкова возбуждено дело по статье 14 о защите конкуренции федерального законодательства. Я могу утверждать только одно, что признаки нарушения имеются. Да, действительно, мы считаем, что определенные доказательства свидетельствуют о том, что не совсем достоверная информация распространяется на сайте индивидуального предпринимателя. Но, опять же, это не значит уже однозначно, что это не достоверная информация, потому что он, в принципе, может представить какие-то доказательства, которые опровергнут эти данные. И только после этого мы сможем сделать соответствующие выводы. Охват аудитории обманным путем – ничто иное, как мошенничество. Окончательное решение в этой ситуации пока не принято. Из-за отсутствия представителей второй стороны конфликта комиссия отложила рассмотрение дела. Следующее слушание состоится 27 июня. В случае, если факт нарушения будет доказан, ответчик заплатит штраф от 12 до 20 тысяч рублей. Также он будет обязан прекратить распространять ложную информацию. Как отметили в антимонопольной службе, разбирательство может длиться от одного месяца до года. Мария Константинова, Владимир Селиванов, Местное время.